Так, ребята, давайте по-быстрому. Я только что пришел с планировки. На завтрашнему утру надо подготовить спектакль на тему правила поведения в лагере. А как это к завтрашнему утру? Ну ты не переживай, я все тут расписал. Значит так, будем ставить сказку «Алиса в стране и чудес». Все знают? Все знают все. Классно. Значит так, спределяем ролик. У нас вот София, девочка беспорядочная, ни одного замечания за всю смену. Ты у нас будешь рассказывать про чистоту и порядок в нашем лагере. Следовательно, ты будешь Алисой. Лев. Вечно спящий лев. Ну вообще же ничего делать не хочешь. Ладно, будешь рассказывать, как у нас обстоят дела в лагере. Чеширский кот ты у нас. Артем. Чеширский кот. Постоянно наш нарушитель. Ай че, я ничем. Постоянно везде опаздывает. Режим лагеря нарушает. И у нас кролик, который вечно опаздывает. Ну можно с вами. Ты че ты делаешь? Спать иди. Ну немножко. Кому сказал спать? Так, все, продолжаем. Миша, ты вот че у нас? Вообще дисциплину нарушаешь. Вообще везде, где не надо, ты есть. Ты у нас будешь шляпником, который рассказывает про дисциплину в лагере. А я этим буду. А ты будешь капитаном Крюк. А почему Крюк-то? А у нас костюма в доме просто нет. А как мы это все успеем-то? Ой, да ты не переживай. Я вам сейчас правила набросаю. Вы завтра выйдете, по листочку все прочитаете. Самое главное в костюмах. Ну и теперь иди спать. Крюк-то. Не поддерживай чистоту и порядок. Территорию не умирай, все равно мусор новый набросают. Кровати не заправляй, все равно вечером расправляйся. Не соблюдай режим лагеря. По ночам не спи. На зарядку не ходи. На обед можешь опоздать, подождут. Не принимай участие в жизни лагеря. На мероприятия не ходи, лучше поспи. Все равно, кроме гранаты, ничего не дадут. Не соблюдай дисциплину. Глуби воспитателю. Огрызайся на замечания вожатых. Допускаю вымогательство у товарищей их личных вещей. Забираю из всех личные вещи. Так, Сергей, это что такое? Я живой не понимаю. Так, все, ты уволен. Ты уволен, я сказала. Собирайся, все, уходи. Это не он, это не он. Это я. Собирайся, все, уходи.